Декрет номер ДН 025 от 12 апреля 2024 года. Попытка исполнения хьюстонского проекта врагами великой страны суверена Союза Советских Социалистических Республик и великого суверенного многонационального советского народа со стороны радикального сионизма, англосаксов и иных запрещенных фашистских и неофашистских стран, иезуитов, Ватикана и различных корпораций и организаций, в нарушение трибунала Нюрнбергского процесса удостоверяет тот факт, что временно созданный конгломерат финансовой корпорацией торговой компании в кавычках «Израиль» создан внутри траста в кавычках «Новый мировой порядок» со сроком погашения без права переучреждения до 2016 года и был зарегистрирован как его вспомогательная торговая компания, как корпоративные трасты, уставная юрисдикция, прекращающая свое существование с 2016 года, как форма управления Краун Корпорейшн на срок 72 года и административный срок 3 года, состоящий под управлением радикальных, сионистских, еврейских торговых агентов, банковских домов, директорий, компаний, колоний, факторий, частных учредителей и псевдо-собственников центральных банков, как возглавляемое хабадниками в кавычках «мировое корпоративное правительство» и открыто управляемое агентами влияния через внедрение на суверенную территорию СССР в РСФСР, УСССР и другие советские республики великой страны-суверена Союза Советских Социалистических Республик, иностранных диверсионных агентов по линии Моссад, Цахал, Бейтар, Асала, военный Равинат и других радикальных террористических организаций путем государственного вооруженного переворота в СССР. Напоминаем, что в Советском Союзе такая религия, как иудаизм, жестоко искоренялась и была под запретом в связи с тем, что сама идеология данной конфессии проявляет радикальный сионизм, подразумевает превосходство одной нации над другой и взращивает фашизм.